Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Килим. 101-й псалом. Очень сильный и интересный псалом, хотя бы тем, что читался он царями Израиля при восшествии на престол. Ну, надо понимать, какого уровня этот к царской короне относящийся. Что касается таких более прозаических вопросов, написано во всех древних книгах, что этот псалом читают, когда очень плохое настроение, депрессия. Вот именно этот псалом выводит из этого состояния. Пишут о том, комментарии к этому псалму пишут о том, что ложь и гордыня затмевают глаза людей, которые не замечают присутствие царя во вселенной. И более того, написано, что сам самообман, как бы искренний человек не верил в свое собственное заблуждение, воспринимается небесами, как ложь. Ну, идем дальше. Написано, что этот псалом удивительным образом дает умение действовать вот в отношениях с Богом правильно, находить правильные пути тоже. Есть еще очень интересное. Зар, книга Зар, на Тиелим 101, пишут о так называемом лжеце от веры. Седьмой пасук псалма, не поселится в моем жилище мошенник, не предстанет передо мной лжец. Написано, что человек должен отдавать в этом комментарии, написано, что свою нефеш, свои желания, но не входить при этом сложными намерениями. О чем это лживыми намерениями. Если внешне вот человек высказывает свою самоотверженность, там, склонив голову, молитвы, там, весь он из себя такой религиозный, а на самом деле в душе все наоборот, выходит, написано голос наверху и говорится, что это не предстанет перед глазами моими. Вообще написано, что царь Давид, кого назвал человека лживым или мошенник, не предстанет передо мной. Человека, облаченного в атрибуты веры, демонстрирующий своим поведением приверженность к вере, прикрывающегося Торой, на деле, к сожалению, совсем другое. Что еще от злого духа написано? Когда в человека входит вот такой вот злой дух, надо как можно больше все время произносить этот псалом, и даже можно его писать на специальном наклафе, чтобы носить с собой. Написано еще в книге Шемуштегири Макадмон, что этот псалом очень интересен для того, чтобы другие люди, вот ты чувствуешь, что когда они колеблются, могут тебя, там, я знаю, сдать властям, сказать про тебя плохо. Нужно произнести пять раз этот псалом, имея ввиду защиту от этих людей, от этого человека, это очень помогает. Ну вот, пожалуй, все про 101-й псалом. Брахава и Ацлаха.